Я знаю доктора Левита Яла очень много лет, 20 лет, со дня я в Америке. Было такое, что мне нужно было срочно обратиться к дерматологу, не помню что. Было, что-то выскочило, очень-очень плохое. И у меня был друг, и я ему позвонила, так как приехала, никого ничего не знаю, говорю, Горя, вот так и так. Он говорит, все, ты только едешь к доктору Ялу. Он пришел, меня приняли даже без записи. Я ему благодарна за все, за его бескорыстие. Это не человек, который работает для денег, хотя он очень тяжело работает, очень тяжело учится. Я знаю, что такое стать врачом, в особенности в Америке. И я ему очень-очень благодарна. Помимо того, что он всегда, ты придешь с одним, он тебя осмотрит, скажет, что надо делать. И всегда, как бы, появляется в экстренных ситуациях. Даже мои дети, мой сын в особенности, он очень боится любых проявлений на коже, любых прыщиков или что. Чуть-чуть, сразу едем к доктору Ялу. Я помню, когда его дочка, Алечка, была маленькая, у нее что-то появилось на губах. И ее терапевт не знал, пройдет, 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 но ребенка зур, покраснение, страх. Дети приехали к доктору. Доктор дал какую-то мазь, какой-то крем. И ребенок просто ожил. Это очень ужасно, была маленькая, совсем маленькая. Даже теперь, как я говорила, любые прыщики, любое что, и мой сын едет к доктору. Я тоже самое. Потому что доктор, это не доктор для денег. Это доктор от души, от природы. А ты не знаю, как его мама воспитала, она тоже врач. Добрейший души человек. Даже сегодня, вот я к нему пришла на прием совсем другими проблемами. Но доктор осмотрел всю меня. Как бы ты пришла на полный осмотр, хотя это не полный осмотр, как надо делать, раз в даду. И нашел там кисту, там кисту, не совсем то, что даже я думала. И я ему очень благодарна. И он мне долго поддерживал в тонусе и продолжает поддерживать так называемую мою красоту. Я очень благодарна доктору. Я его обожаю, я его люблю, я ему желаю всего-всего самого-самого-самого. The best doctor. The best. Низкий мой поклон, доктор. Дай Бог вам здоровья и всего-всего самого хорошего. Я очень вас обожаю.